Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В Crown of the Ivory King хочется оставаться подольше. Впрочем, она вас отпускать тоже не захочет. Здесь есть миллион возможностей умереть, часто самых неожиданных. По комнатам обильно разбросаны секреты. Каждым вторым сундуком оказывается мимик, а казалось бы мертвые гиганты имеют неприятное свойство сворачивать зевакам шеи. Да и друзья порой не против садить вам нож в спину. Расслабляться нельзя ни на секунду, да и где там. За каждым поворотом толпы новых врагов. Суммарно, это DLC вышло самым продолжительным из всей трилогии. Да и чего греха таить самым лучшим. Кое-где оно даже обходит оригинал. Дизайн, сложность, динамика. Все тщательно выверено. Даже сюжетное наполнение здесь объемнее, чем в других DLC. О короле Слоновьей Кости мы узнаем настолько много, насколько это возможно в Dark Souls, никогда не делавшей ставки на сюжет. Из боссов заслуживает внимание только последний, сам король Слоновьей Кости, павший по воле хаоса. Это, пожалуй, самое яркое впечатление от трилогии. Механика сражения с ним интересна, а сам король не выглядит вторичным, как это было с боссами предыдущих дополнений. А вот завершение трилогии вызывает разочарование. Не ждите откровений или сколь-либо интересных нюансов мира Dark Souls 2. Этого просто нет. Каких-то итогов сражения за три короны древних королей тоже не будет. После получения последней короны, начинаешь пытаться искать какие-то скрытые подсказки. Может, что-то пропустил? Почему ничего нет? И даже король Вендрик не помогает Бармачане Суразису о пламени и тьме. From Software просто оставляет игрока наедине с результатом. Crown of the Iver King вполне могла стать основой для полноценной третьей части Dark Souls, чего нельзя было сказать о предыдущих DLC. В любом случае, это дополнение очень четко показало, какой должна была стать Dark Souls 2. Именно этого и ждали от From Software стиля и проработанности. Сейчас однозначно можно сказать, что покупать Season Pass для Dark Souls 2 однозначно стоит. Подводя итоги всей трилогии, становится ясно, что чем ближе к концу, тем больше старается From Software. Финальные локации всегда красивее, финальные боссы харизматичнее, а финальная DLC лучшее. Впрочем, и остальные не подкачали. А теперь вперед побеждать или умирать. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok